Если человек не осознает собственную тень, он всегда будет попадать под воздействие архетипических фигур. Так называемая карма рода. Для примера. Сейчас наблюдаю такую ситуацию. Есть семья, женщина, которая не принимает выбор своего сына. Сын приводит в дом невестку, а мать говорит, либо я, либо она, и выгоняет их из дома. Они уходят и выживают самостоятельно. Это непростая тяжелая жизнь, хотя в целом дружная семья, все в любви. Они много тяжело работают, у них рождается дочка. Им денег ни на что не хватает, но они умудряются накопить денег на свой дом. При этом мать им ничем не помогает, хотя у нее есть большие возможности. Она буквально спит на мешках с деньгами. На деньгах, которые ей пришли по роду и которые, по-хорошему, она должна была передавать детям, для того, чтобы те делали род богаче. А жизнь в этом роду счастливее. Но в конце концов происходит инфляция, и все деньги сгорают. А она вынуждена доживать свой век беспомощной безумной бабкой в доме ненавистной ей невестки. Постоянно просит у нее прощения в момент ее какой-то осознанности. Но невестка не может ей этого простить. В итоге она окончательно впадает в полное безумие и в приступах этого безумия измазывает стены своими испорожнениями, таким образом реализуя свое внутреннее желание разрушать и портить жизнь своим детям. То, чем она занималась постоянно. В этой семье рождается девочка. Она все это наблюдает и, естественно, начинает ненавидеть свою бабку. Но чем больше она ее ненавидит, тем быстрее она в нее превращается. Так работает тень. Отрицая свою бабку, девочка сама не замечает, как начинает проживать ее жизнь с небольшими изменениями. Сейчас она также не принимает выбор своих детей. Вначале она изгнала сына из дома, когда он выбрал не ту женщину. Потом перестала общаться с дочерью по этой же причине. Пытается лезть в их жизни через других людей, сплетни, слухи, ложь. Настраивает внуков против родителей. Пытаясь разрушать отношения всеми доступными ей средствами. Она также им не помогает. Сидит на материальных ресурсах, которые с каждым годом обесцениваются. И все идет к тому, что доживать свой век она будет в доме ненавистных ей детей. Самое печальное, что помочь этой бабке невозможно. Точнее возможно, но для этого ей нужно осознать проблему и прийти на психотерапию. Она же живет в своем волшебном лесу. У нее совсем другая правда. Она видит мир абсолютно по-другому. Ей кажется, что весь мир против нее, она одна такая хорошая, всеми обиженная. Весь мир воспринимается ей как нечто злое. Как будто все из мира хотят ее обидеть. А на самом деле это она лишь так агрессивно всех воспринимает. За счет того, что внутри нее огромная психотравма, недолюбленность. Ей кажется, что весь мир, дети, все, никто ее не любит. И вот только вцепившись в эти деньги, она вот сидит и думает, что только деньги эти детям от нее нужны. При этом все друзья, родственники, друзья друзей, они наблюдают эту картину, прекрасно понимают, что человек находится в безумии. Эта неадекватность видна всем людям, знающим эту ситуацию, эту семью. Но ей само это не видно, и она не увидит. Так вот, не нужно циклиться на этом человеке. Нужно пытаться как-то ему говорить, вернуть его в разум. Но если он в разум не возвращается, это бесполезно, к сожалению. Здесь нужно спасать внуков, спасать мальчиков. Выправлять их психику. И для этого родители должны приложить максимум усилий. И только таким образом они смогут избавить род от этой тяжелой кармы, от этой деструктивной подпрограммы. Говоря языком магическом, это подпрограмма и есть некий демон, который просто вселяется в сознание. И по большому счёту мы говорим о демонении. Демон, который по роду переходит из сознания бабушки в сознание внучки. И так далее. На этом примере можно очень много вещей дальше разбирать. Там очень много всего накручено. Сама нарциссическая акцентуация, как она произрастает. Очень много деталей там всплывает. Подобных вещей в каждом роду можно найти по нескольку десятков. Поэтому я рекомендую взять каждому, кто понимает о чём речь, о чём я говорю, увидеть одинаковые паттерны поведения. Когда младшие члены рода копируют какую-то, чаще всего, несчастную жизнь предыдущих предшественников. Бабушек, дедушек или отцов. И если такие паттерны поведения присутствуют в вашем роду, значит мы здесь можем говорить об этой деструктивной подпрограмме. О карме рода. Или о демоне, который оседлал этот род. И, собственно, от которого и нужно избавиться. Современная психотерапия достаточно просто и эффективно решает эти вещи. Потому что самое главное эту подпрограмму разглядеть, увидеть. Так называемый венец безбрачия. Когда у женщины большие проблемы из поколения в поколение, она не может найти себе мужчину. Конечно, не может. Потому что бабушки и мамы передают ей деструктивные подпрограммы. И она их успешно передает своим дочерям. Вот, пожалуйста, венец. Этот венец снимается за несколько сеансов психотерапии. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова